Здравствуйте, дорогие мои. Кто не подключился, сейчас вы подключитесь. Всех рады видеть онлайн в городском центре творчества. Каждый день интересные лекции и рукодельные или художественные идеи от любимых педагогов. Дистанционная площадка «Творческое лето» помогает скрасить ребятам каникулы. Мы решили устроить творческое лето, потому что мы – центр творчества. И мы решили, что мы можем дать нашим детям, которые сидят дома. Занятия начали 25 мая. Продолжатся они до 31 июля. В программе – познавательно-развлекательные мастер-классы, по ИЗО и анимации, онлайн-опыты, дискотеки, спортивные соревнования. Увлекательные экскурсии в мир кукол ведёт Любовь Булавко. У меня в руках куколка. Называется она так – музыкальная кукла в реверансе. Вот у неё юбочка прикрывает коробочку. Гуглик придумали в начале 20-го столетия, когда появились первые куклы Бэби, то есть куклы-дети. Раньше таких не было. И вот именно этот гуглик переводится как «жизнерадостный», «радостный». И действительно эти куклы радостные, они с удивлёнными вытраченными глазками, у них ручки в разные стороны. Сделать звучащую куклу Любовь Павловна решилась год назад, хотя эксклюзивных детских любимец создаёт уже 20 лет. Музыкальные игрушки завораживают даже через Zoom. Расскажешь, за что тебе нравится заниматься куклами? Мне нравится ходить на куклу, потому что я люблю творить руками. И мне нравятся видеоуроки. Это, ну, не так, как ходишь в Центр творчества, но тоже хорошо. Мы здесь сделали очень интересные куклы и игрушки. Я просто очень люблю игрушки. И из-за этого, как бы, я сама хотела, чтобы меня мама писала на этот куклы, что мне нравятся разные куклы делать. К проекту подключились все педагоги. Алена Ромашова не просто раскрывает секреты мультипликации, но и рассказывает ребятам про ивантеевских художников-мультипликаторов. Например, про Носарева и Никитина. Алена Мацарская знакомит с историей театра. Также дети учатся вязать морские узлы, изучают азбуку Морзе, начинают самостоятельно рисовать. Наша дистанционная площадка нацелена на весь город. Мы хотим рассказать о том, чему ребята могут научиться, что могут узнать. Не только наши центрские дети, которые уже хорошо знают, с чем они могут здесь познакомиться, а для нашего города. Для всего города онлайн-занятия можно найти на сайте Ивантеевского центра творчества и в группе ВК. Анна Пыльцина, Фарид Галиев, Мария Брасукова, ИТВ.